По бархатным рельсам, минуя все пробки. Так, теперь добирается до Краснодара Ксения Борякина. На городской электричке со станции Афибская до Краевого центра студентка ездит на учебу. Путь, который порой измерялся часами, теперь сократился до 40 минут. Я пол первого курса ездила на автобусе. Я просыпалась намного раньше, часа за два, чтобы успеть приехать. И пробки были очень большие, особенно на Ливановском мосту. Чем не альтернатива личному авто и пробкам, а главное, с пункта А до пункта В можно добраться с комфортом, не теряя драгоценного времени. Всего же пригородно-городскими электричками ежедневно пользуются около 9 тысяч пассажиров. Самые популярные направления – станица Денская, микрорайон Пашковский, а также поселки Афибский и Ильская. В декабре прошлого года на эти маршруты вели дополнительные рейсы. Это логичное развитие проекта городских электричек, отметили тогда представители РЖД. Теперь жители Кубанской столицы задаются вопросом, в какие еще районы придет электропоезд. Ведь городу-миллионнику, который иногда просто задыхается от 9-бальных пробок, необходимо новое транспортное решение. Можно обойтись без чего угодно, но опять же, это будет другой совершенно город. Это будет город, который будет вечно стоять в пробках, это город, который будет абсолютно заторможенный и немобильный. Таким видит будущая Краснодара архитектор Алексей Тимофеев без новых направлений городских электричек. По его мнению, именно сейчас, когда город активно прирастает населением, нужны кардинальные меры. На такие в свое время пошла Москва. В столице движения пассажирских поездов открыли по МЦК, а позже вели схему, которая позволяет соединить пригород и центр Москвы. Так называемые сквозные диаметры. Для того, чтобы в Краснодаре появился свой скоростной наземный транспорт, есть все предпосылки. Движение можно пустить уже по существующим железнодорожным путям. В любом случае, он готов принципиально в том отношении, что железнодорожное сообщение через Краснодар есть. То есть, эти пути, коридоры внутри города, что режется, труднее всего. Труднее режется по-живому, труднее сносить. Труднее сносить дома, чтобы проложить такую ветку метро и так далее. У нас этого делать, слава богу, не нужно, по крайней мере, в глобальных масштабах. Поэтому в этом отношении город, конечно, готов. Так называемый проект наземного метро начали активно обсуждать после запуска железнодорожного обхода Краснодара. Его официально открыли в феврале этого года. По новой 65-километровой ветке теперь следует весь транзитный грузопоток, минуя город. Вениамин Кондратьев тогда отметил, что новую инфраструктуру используют грамотно. Путепровод позволит развивать систему пригородного транспорта, а также поможет связать с центром отдаленные районы. Прошло чуть больше месяца, и перспективы развития наземного транспорта в Краснодаре обсуждают уже на федеральном уровне. Накануне Вениамин Кондратьев встретился с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым. В обсуждении также приняли участие заметители главы региона Андрея Алексеенко Игорь Галась, а также мэр краевой столицы Евгений Первышев. Губернатор рассказал о необходимости проекта городской электрички и обратился к Олегу Белозерову с просьбой создать рабочую группу при поддержке транспортной компании. Для нас принципиально важно сегодня при вашей поддержке решить вопрос, стратегически важный для развития Краснодара. Его транспортной составляющей, транспортной логистики – это возможность создания наземного метро. Возможность появилась потому, что опять-таки при вашей поддержке реализован проект объезд железнодорожного транспортного узла Краснодара. И те сегодня возможности, которые нам предоставляет существующая железнодорожная транспортная инфраструктура, может позволить нам кристаллизовать проект транспортного метро. Потому что на самом деле он значим сегодня для Краснодара. Электрички свяжут и прилегающие районы к краевому центру, и микрорайоны самого Краснодара между собой и с центром Краснодара. Что по себе и создаст такой каркас железнодорожного транспорта, тех самых электричек, которые позволят нам сегодня отчасти расшить проблему транспортную. Поэтому есть возможно под вашим контролем создать рабочую группу, которая поэтапно подойдет к реализации данного проекта. Полностью поддерживаю возможность создания такой группы, совместной рабочей. Думаю, что мы в рамках работы этой группы обсудим и возможность расшивки внутри Краснодара. И как вы сказали, посмотрим, как может быть улучшить ситуацию с пригородным движением в целом, где мы могли бы найти наиболее оптимальные варианты по ускорению движения. Специалистами разрабатываются маршруты движения городских электричек. Вот некоторые из них. Первый этап свяжет между собой станицу Новотитровской и Северский район с центром Краснодара, а также северную часть города с Восточной. Во втором этапе стоит задача связать станицу Динскую с центром Краевой столицы, а третий этап коснется сообщений между аэропортом и Услабинским районом. Это не просто способ перевести людей. Это способ увеличить транспортную доступность, а значит повысить производительность труда за счет сокращения времени. Это способ повысить трудовую мобильность, а соответственно более рационально использовать рабочую силу. И в конце концов это способ повысить доходы от транспортной отрасли в том случае, если этот проект будет реализован комплексно. Планируется, что наземные ветки пустят по существующим железнодорожным путям, а также рассматривается возможность строительства новых. По обозначенным направлениям пустят поезда «Ласточка». Для обслуживания из красных электричек возведут депо. Специалисты уже отмечают, будущий проект, который не боится пробок и томительных остановок, станет скачком в транспортном развитии краснодарской агломерации. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Денис Перец и Виктор Чаусов. Кубань-24, Москва, Краснодар.